Следствие завершило работу по делу врача, которую обвиняют в смерти троих детей и теперь сотрудница детского дома-интерната предстанет перед судом. Ей предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности. За официальной формулировкой скрываются трагедии, случившиеся год назад. Тогда три четырехлетних ребенка умерли от пневмонии, а следствие установило, что врач-педиатр не оказала детям необходимой помощи. Обвиняемая уже полностью признала свою вину. В том, что бесплатная медицина, это фактически ее отсутствие, убедилась и наша съемочная группа. Коллеги увидели и услышали то, что обычно остается за кадром и уж тем более никогда не показывают проверяющим органам, комиссиям или официальным делегациям. Неотремонтированные палаты, лекарства за свой счет и смехотворная зарплата медперсонала. В сериале «Муниципальная медицина» увидела Анастасия Пак. В открытую говорить, что кардиолог Хренов рассказал правду о региональной системе здравоохранения, никто не собирается до сих пор. Его поддерживают втихую, на кухнях обсуждая очередной зарплатный квиток. Мы идем в областную Ивановскую больницу простыми посетителями, охраны в отделениях нет. Медсестре Ане предлагаем подработку, ставить капельницы бабушке за вознаграждение. Неофициальная прибавка к зарплате развязывает девушке язык. Еще одно отделение областной больницы. В коридорах койки для пациентов. Справедливости ради пустые. Обращаемся к медсестре на посту с другой просьбой. Мы собираемся госпитализировать родственника и расспрашиваем о квалификации врачей. Электронное ведение истории болезни на сестринских постах – это из области фантастики. Оргтехника только в ординаторской. Печатная машинка и один компьютер. Некоторые отделения стационара недавно отремонтировали, но чаще всего картина вот такая – ржавые трубы, ободранные стены. Пациенты на интерьеры внимания не обращают, у них другая забота. Лекарства они покупают за свой счет. У нас же бесплатное здравоохранение. Ну это везде, так говорят. То есть вам не выдают здесь препараты? Ну как первое, пришли с ним. В регионах есть больницы, которые стоят на балансе государства. Они и обеспечиваются из федерального бюджета. Муниципальные здравницы могут поправить финансовое положение, только попав в какую-нибудь федеральную программу модернизации. Тогда будет, если не все, то многое. И диагностическое оборудование, и компьютеры, и ремонт вовремя. Но Москва не спешит помогать региональным лечебницам. Если посмотреть на состояние больниц, которые находятся на муниципальных бюджетах, сразу становится понятно. Вся система регионального здравоохранения хромает на обе ноги и плетется, как старый лабораторный конь, который живет и работает в горбольнице номер один города Иваново. После опытов его здесь оставили не из жалости, а чтобы хоть как-то сэкономить, питается медицинская лошадь помоями. Врачи с горечью шутят. Все мы немножко лошади. Ситуация с зарплатами в целом по области примерно одинаковая. Стартовый оклад для молодой медсестры меньше 4 тысяч. У врачей чуть больше, но жить на эти деньги нельзя. В откровениях врачей, медсестер и пациентов никакой сенсации нет. Просто это то, о чем все так долго молчали. Анастасия Пак, Кирилл Пекторинский и Виктор Волков. РЕН-ТВ. Иваново.